приветос амигос вот и вышел новый deus ex который ждали многие многие но не я честно говоря мне как-то не очень зашла предыдущая часть но потому что стелса перебор киборг совсем не крутой знаете кто был крутой киборг робокоп был крутой киборг вы видели чтобы робокоп хоть что-то делал по стелсу да нихрена подобного он первый тащил а deus ex который стал киборгом он стал просто мега стелсер при этом город там размером я не знаю даже с деревенский туалет где-то там выходишь из полицейского участка напротив сразу магазина еще напротив ты работаешь то есть и это типа открытый мир такой пули в самое больше что мне бесили пули очень медленно в той игре летели пули то есть и стрелять человеку в голову он просто делает шаг и уходит из-под твоего огня это было просто жесть и так запустил игру через не видя экспириенс которая автоматически типа якобы оптимизировала я надеюсь что они оставляют запасик в этой оптимизации чтобы у меня запись не лагала для начала придется попробовать ее в 30 фпс писать не знаю я не знаю что вот это брич я не знаю что не история дженсона я смотрел там пусто наверное их надо собирать а брич и охрену узнает тут можно запустить это вступление создатели что это такое новое вступление за next generation generation of hackers who use все читеры педерасты наверно там описано по всему миру сегодня ликуют чешская республика одобрила проект расширение пражской корпорации пылесосы чешские пылесосы и в самом центре праги скрывают в себе самые надежные хранилища данных в мире не там дыра в затылке по-моему было то высокие технологии и великолепная охрана защищают секреты крупных корпораций с тех самых пор как были приняты первые законы о защите приватности источники близкие банку утверждают что несмотря на многие попытки взломать клинок ни один хакер даже близко не подошел к решению этой задачи мне лично кажется друзья что преступники только впустую тратят время чтобы ты понимала в хакерстве ты же баба бабы даже швейную машинку не могут хакнуть все об этом знают каждый бабе даже windows ёбарь приходит переустанавливать прости господи хотя чем не прощать это ж правда ну и что вот это за режим твою мать что это такое массажер для головы на очень долгое вступление и мы видим что это я не знаю что это напишите в комментах я сдаюсь я пытался понять но не понял так даже те экран как включить субтитры давайте посмотрим кучу субтитры дожди стоп экран террескопической 3d то когда уже разработчики определяться где должны быть субтитры в настройках видео или все-таки в настройках звука какое отношение к звуку имеет субтитры я не знаю все чертям собачьим все на свете сюжет да new game please хочу приключений для вас важен захватывающий сюжет и достойные испытания оптимальный режим игры мощные вася враги опасные ситуации зато от вас подпотеть и понервничать вы и машина одну целую а потом я надеюсь можно будет сложить вы можете насладиться deus x mankind как специальной игрой если вы хотите вы можете насвяжить в памяти deus x human revolution случившееся два года назад посмотрел 12-минутное видео юб твою мать вы чё с ума сошли 12-минутное видео 12-минутное видео по большому счету конечно нудятина редкостное но в курс сюжета ввело ничего не скажешь когда-то я думал что смогу спасти мир что с ним теперь совершен очередной теракт аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании чисто и захватил самолет в результате крушения погиб 251 человек включая членов экипажа компания чисто 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 смайлер расшифровка бортовых самописцев показывает что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента ужасного события двухгодичной давности когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории иногда лучше забыть обо всем и смириться с тем кто ты есть не вздумай только слететь катушек железеха если излечу макриди то ты даже испугаться не успеешь агент дженсен у меня будут из-за тебя неприятностей нет сэр нет причин опасаться хорошо ты единственный аугментированный агент в команде я надеюсь что ты нам пригодишься я надеюсь что вы не пригодитесь двигается песчаная буря времени мало ошибаться нам нельзя мы ищем торговца оружием по фамилии шепард он бывший сотрудник был там один из офицеров спецназа пропавших во время инцидента странно что не русский сейчас вдруг появился это не к добру точно так он продает оружие и военной аугментации террористов арун синг агент под прикрытием который сумел выманить шепарда из его нары лучший агент что есть у интерпола он три года работал чтобы стать своим среди джин иракские контрабандисты чей картель опутал все восточное полушарие на прошлой неделе наш торговец оружием предложил джинам прорву товара черного рынка посмехотворно низкой цене они послали синха организовать сделку они не обрадуются когда в кости нагрянет интерпол у синха правда хорошее прикрытие сейчас да постараемся чтобы так и осталось обмен будет проходить здесь недостроенной многоэтажной гостинице она пустует самого инцидента картина внутри весьма непригляд сейчас угадаю рабочие были аугментированы для тяжелых строительных работ когда же они взбесились во время инцидента началась настоящая кровавая баня и с тех пор внутри не бывал никто кроме нескольких бездомных торчков и которые туда доплыли я встречается шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы большую часть джинов он отправил в пентхаус чтобы занять выгодные позиции группа макрини зайдет сверху расположится над атриумом и произведет арест джинсон отправляется на крышу какое задание не пустить джинов к общему веселью насколько нам известно единственный путь из пентхауса в атриум относительно целая шахта лифта она здесь полностью блокировать доступ хорошо готов начинать агенту джинсону я бы посоветовал не полагаться только на своей аугментации будьте осторожны смертельная или не смертельная но я бы конечно выбрал смертельная потому что стелс для гомиков что ли но одно здесь надо брать не смертельная потому что скажу что такие игры выиграть по стелсу здесь работа и такими что же сохранить свою легенду если он окажется не единственным выжившим именно так потому что если с ним что-то случится говорить с его женой будешь ты после того как из больницы полу джокер идти ты залупастый какой-то а эти чуваки в шлемах вообще хоть что-то виден и коридоров многое зависит от удачи бля вот про что он сейчас сказал вообще какой удачи почему этот персонаж позволяет себе вставать вставлять свои три копейки после каждого слова командира ты чё тут 2 по званию что ли и еще совет никогда не читайте субтитры к вот этим вот потому что героик здесь проговаривает дальнобойная партизанская транквилизационная винтовка оружие между параллитирующих читаю бить наверняка дайте мне оружие ближнего боя все будет и последнее дженсон синг сказал что джины для связи используют что-то вроде переносного усилителя если ты его отключишь ему будет проще сохранить свою легенду постараюсь это сделать но разве нам хватит времени вы сказали что приближается песчаная буря это так да так и узнали мы об этой сделке в последнюю минуту приходится прогноз погоды мы посмотрели в последний момент основная задача не пустить джинов в атриум понял пора заканчивать со сладкими грезами друзья приближаемся к нужному зданию и первый дженсов вперед боя дубае 2029 самолетики как в юне прям были идите тихо и снижайтесь до четырех километров а дубаи за 13 лет не изменились почти смотрю мелкой этажик прибавилось вот она тусилища наркоманов как они поплыву подоплывают ну чувак ты парашют забыл чувак ты забыл забыл заводчик попрошу на нахуй с тобой следующий тоже мне блять тони старк нашелся да ты круче ты как лорд райден мать его трупы в дубае валяются не убранные трупы что в будущем дубай обнищал калибр аль рималь так вот у мой квадратный пехаль дженса начальнику группы я на крыше понял заходи в здание нужно блокировать проход прыжки тут что-то с гравитацией он как-то слишком быстро вниз начинает падать на прямик может быть сложнее всего медленно вверх там на верху зависает будет готова конец связи и тут трупы действительно зачем дубаем это недостройка тут произошло восстание людей восстание этих кибер кибер людей и как бы ну пусть все останется именно в таком виде полуразрушенная и с трупами на полу это же ну хер с этими инвестициями кому не нужны что написано samsung стан стан сб чем не вниз что чуть не похоже игра из жанра двигать ящики что такое у них тут несколько генераторов запущены придется взламывать панели ты справишься смотрите все не сложнее детской мозаики красный это фу бяка чё надо пошел мы проходим внутрь а чёрт что такое меня не взяли в театральный теперь я буду озвучивать дурацкие игры нажмите б ммб чтобы выбрать сверхзрение нажмите ммб штукой ммб знаю rbl right mouse button рмб лмб знаю ммб это чего средняя кнопка мыши middle mouse button спасибо за перевод ублюдки а и тут мне трещина круто руководство у меня пистолет стрелять дротиками значит через стену я не пробью бренки ездят прыжки не очень удобно честно говоря придется смириться с этой дурацкой гравитацией и пройти коман видите код взлук сети взлук сиси и даже даже так даже взлук сиси перевод мое почтение ну в игре за 1300 рублей перевод вот еще так чё но взлом сети честно еще с первой части подарок поражает своей тупизной его думаю что даже фанаты игры согласия что ну взлом тупой на редкость ёб твою мать я просто стою и жду когда загрузится внутри игры вот эта хрень обалдеть я ну реально со времен фифа 2013 года вора я толковых взломов в игре не видел обучение укрытия да пошли вы обучение для педиков тем более кто в предыдущую часть играла я немножко в нее играл и помню что помню что как-то к укрытием ага прилипнуть к укрытию вот антонка антонка наш логвинов поставил игре 10 из 10 и сказал что эта игра года но не удивляйтесь если она окажется говном потому что все что говорят все что хвалит антонка логвинов оказывается говном кроме ведьмака по моему вот это топовый геймплей называется в игре года просто ты от убит даже ходить не надо самому просто от укрытия к укрытию ты на пробел чик 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 надо следить за батареечкой раз умри пидорес как он на путина был похож не заметит так проверяем если тут кто-нибудь кто за ним следит никого ну ладно чем можно взять как по слотам то раскидать на двоечку хочу подожди как его а это парализующий пистолет а вот это я хочу чтобы был на единичку вот это на двоечку граната на троечку вот это и что это такое твою мать не знаю вот это на четверочка хочу что такое такое боеприпасы для тайфуна что шприц гипостим использовать не знаю что это может аптечка а может нет еще раз взлук сиси больше звуков сиси я считаю я удивлен что эту игру не юбисофт сделала мне кажется юбисофт очень любит звуки сиси пихать со времен своего watch dogs эти эти взлуки сиси просто мощность 2 тоже будет в этом году обалдеть сейчас обалденный сложный взлук сиси а я играю на сложности потому что ну изи сложность для педиков норм норм для более-менее уже натуралов а для нормальных пацанов сложная сложность она будет сильно и здорово нас потреплен обалдеть же ёбаную пустыню ой а кто это сделал даже я себе еще не позволил матюгнуться ни разу свинота ты такая как же бедный башкир будет летсплеить эту игру тут же с матюками бурю ёбаный назвали кошмар куда мы катимся у нас вообще запрет мат в стране а вы тут медведь медведь хуй тебя не медведь так далее ну ведьмак так режим обучения следуйте с зеленым килограммами чтобы пошли вы блять с обучением засуньте оси к были в трещину свое обучение так где чё нам-то а вот я открыл люк и на нем поехал серьезно вау это серьезнейшая физика в игре заебись заебательский выстрел ну я говорил про то что скорость полета выстрела в этой игре феерически голимая взлук си си это те патроны которые подходят моему боевому пистолету или нет который не подходит подходит а может не подходит на херу поймешь так мне походу вот туда да раз она отвалилась так картина сволочь мне нужен усилитель этот чувак который рассказал про усилитель говорил про него полноалбанском это как как бывает такое в шаверме когда стоишь в очереди один говорит другому что-то по-албански а другому отвечать по-русски и это полного канале не понял как быстро он через через кишку не правдоподобно быстро есть боевые возможности увеличить максимальный взрыв от гранаты от тайфуна что ну блялан давай что за обучение у вас такое здесь встроена шприц гипосрим ну нажмите минус как блядь удобно все все для геймпада короче ничего теперь сюда а то есть потренироваться перед этим эпизодом что еще надо то блять и вот это это правильное прохождение этого эпизода да вы ебанулись нет спасибо до свидания ничего тупее не видел еще удобненько конечно удобненько если вы затупок по жизни не понял в блять ему похуй что ли алло еще за говно как работает этот пистолет у него дальность какая-то и твоих дружбанов хватает дженсон тебе может частей принести каких-нибудь маме своей запчасти принеси гандон обштопок блин у дженсона чувство юмора как у зубочистки ничего не скажешь так а если допустим его хочу отвлечь вот так вот хотя 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 странно что они то они то не японцы и не китайцы и тут мы подбегаем и блять хуяриму штоповый стелс не для днищ игра теперь мы его за ноги или как мы его тащим не знаю как то тащим его кубарим стороночку сюда можно пихануть пехнуть его можно отсюда не вот тут вообще-то пистолет пулемет черт опять тогда патрон на для для этой бирданки пять патронов у У тебя, блядь, пустой рожок и пять патронов в кармане? Ты чё, дебил? Ты с кем воевать собирался? Кто вас нанял? Тишина. Сейчас я... На лестнице. Да как он выглядит, да ёб твою мать, скажи мне. Наверное, они сами не знают, как он выглядит. Видишь усилитель связи? Нет, а он есть. Да, это опу и стелс. В прошлой части можно было наклоняться влево-вправо, по-моему, из-за укрытия. А в этой нет. На, нахуй. Вот этот, блядь, вот этот гаснущий экран при таких моментах? Ну где очки? Он в облаке газа ходит? Батареечка. Пожалуйста, милая. И каждое вырубание врага здесь сопровождается с катсценкой. То есть, вот я за прохождение этой игры должен этих катсценок, походу, посмотреть, ну, где-то, наверное, миллион. Либо стрельба из пистолета, из боевого, просто для того, чтобы перестать смотреть катсцены. Они же, ну, мёртвого достанут. Да вообще-то газ. Да мне плохо, я робот. У меня и лёгкие роботы, и пипися, наверное, на батареечках. А вот там, по-моему, бандит. Ждём восстановления батарейки. Геймплей-то топовый. Я как бы не ною, я как бы намекаю на то, что, ну, игра года с таким геймплеем, да вы чего. Их не надо убивать, их надо отвлечь, поэтому... Не отвлеклись? Так, хуй их поймёшь. На что они вообще отвлекаются, кроме тёлок? Не очень-то бесшумно, но залез. Окей. Очередной охранник Галима и Фуфел. Малолетний. Малолетний уже аугмент. Пойдём. Джастин Бибер. ЛМБ бросить. О! Чё у него было хоть? Ещё блу и дот какой-то. Голубой удот, патроны. Ну и для чего вообще? Для вот этого? Ага. Надо запомнить, что блюдот это... Пистолет-пулемёт. Какого... Я его чем ебанул-то сейчас? Боевым? Блядь, бывает, чувак. Ну, доброе утро, хуй. Всех не беремьёт! Этот пистолет без глушителя стреляет, в общем-то, на приемлемой громкости. Обалдеть. В кого они стреляют, кто-нибудь может мне сказать? Блядь, я нас снова подключу, когда начнётся сделка. Господи, ну дайте ж патронов-то. Топовая же игра года, ну... Я его надеюсь, он покончил с собой. Три патрона. Угу. Три патрона. Шесть патронов, вернее. Шесть. Три двойных выстрела. Вот что я хотел сказать. А выстрелы-то по три, блядь. Оказывается, сука ты такая. Ай, заебало. Какой тут транквилизатор? Какой? Да, подойди-ка ты поближе. О, нифига-то. Ну, блин, я вам скажу, что просто стелс уже надоел. Я не против боевого прохождения. Так, а мне нахер не надо два. А-а-а! Что, серьёзно, что ли? То есть, когда я подбираю с пола автомат, это не автомат подбирается, а патроны из автомата? А-а-а. А что же вы раньше мне сказали? Я думал, тут может торговать, потом можно быть пушками. Ты ещё и спишь тут, что ли? А, что ты, блядь, не проснулся, тварь. Что это у нас? Бросалка. Ща-ща-ща, надо патронов набрать. А то, ну, вообще никак. Кредитный чип. Это ещё что такое? Вот, не могли... Чё там, пистолет Зенит? Не могли трентивилизатор нарисовать как-нибудь, чтобы он отличался всё-таки как-то внешне от боевого пистолета более радикально? Туалетный... Даже рисунок на туалетной бумаге сделали. Ух, текстуры от бога. Так, что там за дверью? Она не просматривается. Дженсен, мы в Атриуме. Занимаем позиции на террасе. Ты где находишься? Ещё иду. Да я, блядь, знаю. Ну так шевелись. Вражеский борт на подходе. И скоро придёт песчаная буря. Ты усилитель связи отключил? Нет, не смог найти. Тогда надейся, что синха не раскроет. Иначе будешь объяснять, это мне. Да ёб твою мать! Встал я на вас на всех. Куда лезть-то здесь? Ёбаный. Что это твою мать такое? Подожди, я понял. Надо подвинуть, наверное, тележку, да? Нет, она не двигается. Она на колёсах, но как бы не двигается. Сержант Аук. А, строитель. Ой, да... А, она сама открылась. Когда я дослушал диалог, что ли, открылась? Хер поймёшь. Я так понял, что я мог не воевать с этими демонами, на самом деле. Просто пройти здесь. Да. Но такие вещи надо знать заранее, наверное, всё-таки. Что, чувак? На брифинге должны были мне сказать. Чувак, у них там... Шахта вентиляции через весь уровень проходит, как бы. Блядь! Он так мёртв, нахер ты усыпляешь. Взлук... Взлукнем сеть, как говорится. Так, никуда надо-то попасть. Сюда. До этого мне надо. Чё, мне до этого надо? А, вон, нифига себе. Ну, тут взлукать сеть придётся долго. Ну, тут взлуксидан. Ну, тут взлуксидан. Ну, тут взлуксидан. Ну, тут взлуксидан. Нормально. В чём? Это вообще зафейлить как-то можно, если ты уже хоть раз этим занимался? Интересно. Просто смысл-то вообще в этом есть какой-то? А чё ты вот так открыть не можешь? Какие джинны? Я всех убил или усыпил? Давно пора. Вражеский борт на подходе. Так, ударной группы. Занять позиции. Охуенно профессиональный спецназ, судя по переговорам. Моё почтение. Как он смотрит через этот шлем? Сейчас подключу. Цель в зоне действия. Не забывай, там Синг. Стрелять осторожно. А ты смелый, Синг. Задевать сделку прямо перед бурей. Матери природе, я не командир. Мистер, зови меня, Шеп. А, был такой. И ты Шепард? Это оружие? Чё-то Шепардов тут передозировка. Это, наверное, как у нас, Иванов. Аугментация. Их сейчас найти всё труднее. Оружие пока в вертолёте. Покажи мне деньги и... Какого? А это что ещё за херня? Ты такие, блядь. Это они на Дейнерис Таргарин нападали, что ли? У нас тут гости. Шепард мёрт. Что? Но кто? Что там происходит? Миллер. Это не Дженнер. Повторяю. Это не Дженнер. А наш спецназ где вообще? Он к чему готовился-то? Не прикрывать операцию? Открыть огонь! Открыть огонь! Более! Что там происходит? Ведь мы не можем посмотреть сами. Боже мой. Мы под сильным обстрелом. Вертолёт не должен взлететь, Дженсен. Понял. Ну и ересь, твою мать. Вертолёт не должен взлететь у меня, блядь. А ну-ка! Всё, спецназ уже здесь. Я вон что умею делать. Не знаю, что это такое. Надеюсь, они все умрут. Блядь, не правильно понял. Мне вообще туда надо, блядь, так врываться-то или нет? Перед миссией с перестрелками мне вообще не дали патронов никаких набрать. Притом, что эту миссию по стелсу хрен пройдёшь. С таким зарядом батарейки, которые здесь в начале игры. Понятно. Дальность тут. Пафосно. Это было пафосно. О, двоих сразу, что ли, нахлобучиваю? Вот это нормальный уже ход событий. Откуда кто? Чё? Подождите, подождите. Я ничего не понимаю. Мы кого-то нагнули? Чего? Кто, блядь? Серьёзно, вы чё-нибудь вообще видите, блядь? Кого мне стрелять-то здесь, ёб твою мать? Я охуеваю с этого шутера, блядь. Меня почему-то все видят, блядь. Вот меня все видят. Меня все, блядь. Им песчаная буря до пизды. Я как должен здесь, блядь? А, у меня же зрение есть. Сейчас посмотрим. Удар какой-то, который... А, вот. Да и в рот его, блядь, черти драли вашего синха. Что тут такое? Две пули, блядь. Да, вы ёгнулись, что ли? Нэнсон, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолёт. Принято. А этих, чё, чмориков не надо, что ли? Да, этих очков в буре хватает, блядь, на секундочку, чтобы просто врага увидеть примерно, хоть где он находится. Да, чичи, чичи решают, конечно, в такой ситуации. Где тут был же ещё один, нет? Бля, надо батарейку качать. Тут без батарейки вообще, конечно, делать нехер. Даже непонятно, кто за укрытием, кто нет. Где вертолёт-то ваш? А, это синх. Так мне, блядь, синха охранять или вертолёт ваш ёбаный из строя выводить? Вы чё хотите тут мне? Да. Он умер. По-моему, я их газовой гранатой всех пришиб. Что, где ещё один-то? Наш имперский штурмовик, а вот там ещё один. Ещё один неприятель. Бег на шифте тоже батарейку сажают, что ли? Да, когда добежал, уже, блядь. Ебанусы. С кем она уйдёт-то? Кто на неё улетит? Все умерли. У него шкала здоровья была, или мне показалось? Каким хером-то? Чё должен сделать? Я даже, блядь, ничего не вижу. В лопасть стрелять. Что, что, что? Грохните вертолёт, блядь. Вы ебаный. Цель недоступна. Повторяю. Не. Мне кажется, я прошёл этот уровень, да? Они орут, они орут, остановив вертолёт. Но ты не можешь остановить вертолёт. Это чё за тупизна, блядь, такая в 2016 году? Останови вертолёт, останови вертолёт. Но на самом деле надо просто убивать врагов. Какие-то цифры. Много цифр. 18 квинтиллионов планет. Ха-ха-ха, значит. Ой, блядь. Сколько стоили нам события в Дубае? Они знали риски. Сколько активов мы потеряли? Кроме трёх все. Но нам удалось забрать большую часть груза. Задание прошло успешно. Видно, что вы уверены в успехе. Впрочем, хаотичная природа атаки может сыграть нам на руку. Интерпол увязнет надолго, а люди, благодаря нашим подсказкам, в итоге сделают выводы. В долгосрочной перспективе это всех нас касается. Всё по-прежнему. Вы полагаете? Мне напомнить всем вам, как сильно мы сбились с курса? Рубля. Инцидент с аугами вызвал в обществе раскол. Всё пошло хуже, чем мы думали. И нестабильность с каждым днём растёт. Это недопустимо. Чтобы обеспечить успех нашего предприятия, надо исключить разрушительные элементы. С вами все согласны. Но дайте мне вылететь в Нью-Йорк, и я лично оценю обстановку. Возможно, у нас уже есть голоса для прохождения акта о восстановлении человечества. Отлично. С Дантом, сопроводите. Возможно, нам потребуется оказать финансовое и политическое давление, чтобы закрыть рот противникам. Приступайте. Элизабет, я свяжусь с вами позже. Не получится, Луций. Даже с деньгами Дауда. Вы же знаете, что Рэнд найдёт в Нью-Йорке слабых беспомощных людей. И Натаниэль Браун до сих пор неизвестный фактор. Конечно. Именно поэтому мы приступаем к нашей альтернативной стратегии. Хм. В прошлом вы делали много заявлений, Мэйдж. Вот наш шанс их подтвердить. Все на месте. Можно начинать, когда пожелаете. Насколько безопасна ваша связь, Боб? У Януса сейчас, кажется, глаза повсюду. Он и его коллектив Джаггер Нау. Янус, проблем не составь. Я всё устроил. Дубай заложил основу. Теперь пора привлечь всеобщее внимание. Бэйдж. Активируйте спящую ячейку. Как обычно, заставка настолько загадочная, что даже ни о чём. О, тётенька слюни мне на плечо пускает. Креслиц, как ей круче Сапсана, ёпте. Прага. Одна неделя спустя. Миллер, это Дженсен. Я выхожу из поезда. Принято. Ведём тебя в курс дела, когда прибудешь. Ты сразу в отделение? Если не застряну на пропускном пункте. Документы у тебя в порядке. Просто не высовывайся. Конец связи. Есть у него что-то внешнее, вот, схожесть какая-то с Тони Старком. Наверное, бородка вот эта. Документы, в порядке. Нет. Боюсь, вы ошибаетесь. Ну, какой там, смотрите, справа. Нифига, Рубакок. А, извините. Простите. Курва. Чёртова железка. Смотреть надо, куда её. Курва. Мадам. Нет, я шучу. Что это за точки на ней белые появляются? Да, такого я точно не ожидал. Как думаешь, кто это был? Уверена, ваша опергруппа что-нибудь сообразит. И это будет совсем не то, что... У неё на лбу, видите, на коже белой точки? Она вся в них. Это как будто какие-то... Мы полчаса тут на коленях сидим. Неужели это не подозрительно? Может, мы пойдём? Что-то орёшь, блядь, документы ему. Приди следить за всеми опергруппами с тех пор, как мы внедрили тебя в отряд. У них была ударная команда в Амари. Те ребята прибыли бы на место гораздо быстрее. Не знаю. Если опергруппу прикрытия иллюминатов, как мы подозреваем, то посылать отряд в засаду не было смысла. Я пытаюсь слушать, что говорят люди вокруг, а не её. Серьёзно, не знаю почему. Дай, блядь, как медленно камеру тут крутится. Не заставуйся. Не заставуйся и сам, понял? Хрен ослабить. Чувак только что появился из воздуха и прошёл сквозь людей. Думаешь, ничего нельзя сделать, чтобы это остановить? Я уже пытался, два года назад. Получили измельчение. Что теперь? Считаешь, нам надо сдаться? Позволить взять верх ненависти и предрассудкам? Я говорю, что могу сражаться только с видимым врагом, Алекс. Те, кто всё это устроил, настоящие воразивы, это их надо остановить. Ну, ты понимаешь, я ещё. Я не понимаю. Ты и я, коллектив Джиггернаут, мы все хотим его остановить. Я считаю, вы заебали. Дайте я похожу уже ногами и мир посмотрю, блядь. Недолго, хуй не можешь, слушай. Заебанцы. Улыбочку, улыбочку. Эээ, снимают. Эээ, мазафак. Сука. Всё. Блядь, 45 фпс. Береги себя, железяк. Поверить не могу. Это твоя вина. Ээ, руки убери. Послушайте, мы не можем, чтобы вы не сможете поправить. Ненавижу этот город. Идём. Если ты прав насчёт Дубая, насчёт того, что иллюминатам нужны были свидетели, то надо выяснить, для чего. Кто отдал приказ выдвигаться? Миллер. Но он наверняка исходил от кого-то выше позвания. Миллер всё равно может быть замешан. Слышал о НПС? О нейтронной подсети? Конечно. В ОГ-29 начальство пользуется ей для планирования и лично вообще. О, какая там тёлка, смотрите, с красными волосами. Чип-стукач. Специальное устройство для прослушки. Янус его подогнал, чтобы чип встал на плаву. Что-то она как-то выделяется здесь. Уладимый Янус, предводитель активистов. Я с ним когда-нибудь встречусь? Когда-нибудь, может быть. Но сейчас твоя цель, Миллер. Подумай, как добраться до материнской плавы. Чё? Дали походить по вокзалу, спасибо, мудаки. А я думал, в Ведьмаке начало заунывное, но это, блин... Чё взорвалось-то, поезд, что ли? Ты слышишь меня? Я проверю. Так, осторожно. Поговори. Чё, осторожно, у меня и так, блядь, только голова, нахрен настоящая. Это, наверное, та Чика с красными волосами. Бомбануло на таможне. Я тебе помогу. Там у мамы тоньше блина, наверное, нахрен ты её раскапываешь. Убеди его просто. По-моему, этот пацан не настолько мелкий, чтобы не понять, что произошло. Пора просыпаться, пора просыпаться. Вы издеваетесь? Тридцать часов после взрыва поезда спустя. Включить. Чёрт. Ебу, макак. Мы, блядь, может, играть начнём, нет? Робот с кибернетическими лёгкими, которого даже газ не берёт, курит. Я и... Я крепкая девчонка. Договорились. До связи. Ты крепкая девчонка, а у меня член Терминатор. Е-е-е-е. Сука, ну и чушь. Продаваемый гидравлический микронасос. Настолько детальный лут. Даже гидравлический... Почему тут столько часов? Ну чё, в хижине часовщика какого-то тусим, что ли? Которого в ящике с носками патроны. Каждый ящик обыскивать надо или это? Нет, в целом комод. Это в Таркове каждый ящик. Отражения? Не, не слышал. 2016 год? Не, не слышал. Окей. Душ. Сори, заржавеешь душ. Чё, покажите, чё ему там за гантелью-то между ног приделали. Да, у него своё, только тело и голова осталось, походу. И то там всё напичканно, перепичканно. Так, а где ты Ди Каприо на Титанике, ёптать? Зачем он протёр окно? Что, к чему это было сейчас? Там, помните, когда они в машине шпарились, тоже кто-то там. Полицейская ошибка привела к аннуляции. Шесть летних членов семьи, два лет, сегодня вышли из зала суда с свободными людьми. Газета реально, как, блядь, реальная газета. В Дубае убить нелегально торгуются оружием. Классная новость. Может, мы про взрыв поезда что-нибудь почитаем или что? Дело Маликова. Димку осудили в будущем. Смотри-ка, допелся. Раковина, ну, зубы кирбинетически чистить смысла нет? Сами почистятся. Ёптвою мать, сколько текста. Сколько текста, ёптвою мать. Нахер, неинтересно. Ой, я не знал, что это выход. Могли бы написать на нём что-нибудь. Рад тебя слышать, агент. Ты там как? Извините, что не выходил на связь. Как только смогу, приду в офис, но взрыв как-то повредил мои агументации. Их надо проверить. Разумеется. Нас ждёт немало работы, Дженсен. Увидимся, как доберёшься. Доктор Койлер, нам надо встретиться. Доктор Койлер, походу, по вене шпарится. Посмотрите на эти глаза, блядь. Печень умерла просто у него на прошлой неделе. Что если ты не хочешь кровопролития сразу после теракта... то парадная ферма самая нервная приоритет. Нет никаких сомнений в том, что многим наших зрителей потрясла новость о массовом убийстве возле Дара Салама. Преступник позже покончил с собой. Но сегодня поступают обнадёживающие новости. Европейскому строительному гиганту Санта Групп удалось убедить правительство Танзании Да, без правительства Танзании хер какие вопросы в мире решишь, пацаны, уж я-то знаю. Как убрать оружие? Как убрать ёбаное оружие? Не знаю. Может он сам уберёт? Нет. Не уберёт. А, во, написали хоть спасибо вовремя. Да, она и так со мной не общается. Пистолет тут, я всегда говорил, что пистолет, знакомство с тёлками не помеха. Вот это не чё, Чикуля, как насчёт? О, у неё и ноги стройные. И как дела, маман? У меня был агументированный сосед, два года назад он всё разносил. А ты сама не агументированная? У тебя обувь такая, что ли? Они ходят друг насквозь друга, это нормально всё. Да, давайте посмотрим, как у него дела. У него электрический чайник на плите? А я смотрю, его не очень волнует, что я делаю у него дома. Кто я такой? Примещение слишком тяжело. Пиво свободы. Ты у него дочка такая, что ли? Оливье Бертло. Взлук сиси. Рейтинг. Давай взлукнем его компьютер. Я могу в его души помыться, что ли, нет? Всё, мой дом. Я буду здесь жить, придурок. А, окно закрыто. Есть. Стоп, а першин каких-то остановить? Чего остановить? Ну, открытый мир здесь подрос, подрос. Конечно, я уже больше, чем за всю прошлую игру прошёл. Чувак, меня снимай, меня снимай, меня. Я в интернете. Привет вам, привет, пап. Ой, бочку. Фашист. Сейчас некоторые комментаторы, пришедшие с одного латвийского канала, должны всех научить в комментах срочно, кто такие фашисты, потому что, блядь, это великая несправедливость. Вот, что за херня. Великая несправедливость называть их немцами немцев и всё такое прочее. Типа, деды не ломали хребет фашизму, они ломали хребет национал-социализму. Твою мать. Поедатель грехов? Что ты там делаешь? Понятно. Лучше не всматриваться. Иначе поймёшь всё про... О, велик будущего. Зачем руль такой формы? Интересно. Седло не спортивное. Тормоза какие? Никаких, походу, нету. Ни дисковых, ни вибрейков, ничего. Гражданский. И свали-ка я на плакатик полюбуюсь. О, видно, что это разгон парада мазохистов. Посмотрите, как у неё удовольствие на лице просто. Так, в неё куда идти-то вообще? Картес есть. Есть. Ну, всё-таки он не такой уж и большой, этот мир. И график крутым временами плыть начинает. Ну, я думаю, что дальше я уже... О, за сколько? За сколько? Без обид, но я такими не занимаюсь. Иди в квартал красных фонарей. Если сможешь добраться, конечно. А как пройти в эту библиотеку страсти, не подскажете? Не упусти свой шанс. Я тебя не разочарую. Ну, так ты же сказала, что нет. Тебе покайфил. Просто не хочу рисковать. Мало ли, какие у тебя там особицы... Ну, тогда стой дальше, трись жопой об стену. Я не знаю, может, это лучше. Лучше нигде не будет. Мрамор. Мрамор. Че ты стонешь-то? Ну да, я вижу. Все историки искусства спят на картонных коробках. Старушка, я в печали. Ну и хер с вами. Никто со мной не хочет дружить в этом недружелюбном гадском городе. Так, а мне как туда пройти-то, например? Господи. А! Надо было войти. Нельзя на улицу ходить, урод! Частные дела. Все заведения временно закрыты. Да? Потеря какая. О боже, а здесь еще лучше. Ну ладно, я думаю, что как пройти дальше, будем разбираться уже, не знаю, всей серией, конечно. Своеобразненько тут все как-то сделано. От управления до физики, движений, прыжков, ползков, до вырубаний, оглушений. Как-то я не знаю, но... Транзит. Я не экспертный, конечно, такой великий, как Антон Кологвинов, но я пока Игры Года здесь абсолютно не вижу. Это Homefront Revolution просто не лагучий. Я меч нашел. Что, я обжегся на свечках, что ли, сейчас только что? И что? Чего я поранился? О, хвала переводу. Отлично. Я думаю, что в этом месте... Горите в аду, Ханзерсы. Я знаю, что такие Ханзерсы, может, это модифицированные люди. Может, нет. Тут порнуху снимают по-любому. В гротескном таком стиле. Короче, че-нибудь там нажмите, че-нибудь там напишите. Я пока не знаю, какой длины тут стоит делать серии. Ну, фашки. А, Юэн. Не фашки, наоборот. ООНовцы. К нам идут войска ООН, голубые, короткие. Короче, разберемся в следующей серии, что-то к чему. Памятник фистингу. Круто. Все, надьем.